Администрация города пошла навстречу нижегородцам, которые жаловались на пробки в будни. А если на мосту случалась авария, машины и вовсе вставали наглухо. На подъездах к переправе поставят дополнительные дорожные знаки. А сотрудники госавтоинспекции будут контролировать выполнение новых требований. По сути, получается, выделены полосы именно для движения автобусов и другого пассажирского транспорта. Учитывая, что мы фактически проводим первый эксперимент в городе, первый пилот, когда мы выделяем именно мост, понимая сложности его ремонта только для общественного транспорта. В данном случае ГИБДД обеспечит весь необходимый режим работы. И именно это удобство для общественного транспорта, мы еще посмотрим, насколько действительно это будет создавать комфорт для жителей, потому что остальные три моста у нас продолжают работать в штатном режиме. Напомню, капитальный ремонт Мызинского моста начался 9 июля. Тогда для движения вместо шести полос остались доступны лишь две крайние. Работа на переправе ведутся ежедневно. Вот-вот приступят к гидроизоляции моста, проведут профилактику деформационных швов. Ремонт переправы завершится к октябрю. 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 Продолжение следует...